Канал легендарное подразделение Новороссии. Сегодня ко мне пришли боевые товарищи Светогор, с которым мы воевали в Семеновке, и знаменитый командир Кедр, с которым брал интервью. Это один из лучших командиров Новороссии, мой очень хороший друг, его чрезвычайно ценю и уважаю. Он мне подарил Гошечку сегодня, гоу-про, буду с ней, дай бог, воевать. Мне очень приятно их видеть. Сейчас мы продолжим нашу беседу в другом формате, привычном для вас. Друзья, сейчас наш замечательный командир Кедр, вот рядом с ним наш боевой товарищ Светогор, он скажет слово позднее, расскажет о том, как был ранен, лечился, чем сейчас занимается и каковы перспективы нашей прекрасной большой Новороссии. Мы сделали последнее интервью с Кедром в тот день, когда наши ребята сбили две сушки украинские, вы помните этот репортаж. Теперь продолжение. Здравствуйте, столько много вопросов сразу, чтобы... Ну вот мы завалили сушки, помнишь это? Конечно, да. Что было потом, как тебя ранило, что происходило? Ну ранение оказалось потом связанным с этими сбитыми самолетами, вернее с летчиками, которые приземлились. Мы тогда помните, задавали вопросы. Где летчики? Мы, значит, это только парашюты. Летчики оказались, как выяснилось, потом приземлились в поселок недалеко Латышево, там между Дмитровкой и Мариновкой. Меня перевели потом в Дмитровку, там исполнял обязанность все командиры батальона. И когда через несколько дней после сбития самолетов, я уже был там, приехал в Латышево, это 4 километра от Дмитровки, Кировоградский спецназ. Мы не знали, зачем они туда приехали, на самом деле они туда приехали за летчиками. Мы собрали группу быстрого реагирования, выехали. Кто пожелал сдаться в плен, те взяли в плен. Кто пожелал воевать, они были убиты в честном бою, в котором я получил родение. После чего я лечился, попал в Снежное в больницу, потом в другую больницу. Слава Богу, спасибо врачам. Уже хожу, уже хожу с палочкой. Но это ненадолго, месяца через два я уже буду ходить. До ночи я буду не только ходить, но и немного бегать. Так что пока я занимаюсь гуманитарными вопросами, буду помогать своему подразделению. Я приехал выяснить, что нужно, что не хватает. Есть люди, которые готовы изъявить желание. Город Севастополь изъявил желание помочь ополченцам. И от имени города Севастополя приехал выяснить, что нашим ребятам необходимо. Нашим ребятам необходимо мне в первую очередь, если можно, город Севастополь. Мне крайне необходим коллиматорный прицел, но очень необходим. Давно о нем мечтаю. А поскольку я как журналист к трофеям добираюсь последним, то... Ну, подумаем. Там все пусто. Постараемся. Так. Что касается общественной деятельности Игоря Ивановича Стрелкова. Вы как-то связаны с ним? Да. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит. Ну, наконец-то мы все ждали, что Игорь Иванович вернется в общественную деятельность. В нашу жизнь вернется он к нам обратно. Потому что уход его из Новороссия был для нас неким потрясением. Для многих, для всех нас. И вот сейчас он вернулся уже в другом качестве. В качестве лидера общественного движения Новороссия. И мы будем помогать ему. Ну, я в Крыму буду помогать ему. Буду помогать общественному движению Новороссия. Вот. Мы будем заниматься гуманитарными вопросами. И помогать командирам и подразделениям здесь, которые находятся на передовых, ведут активные боевые действия. А вот как оттуда из России, к сожалению, давно уже там не был, видится здешняя ситуация? Вот то, что происходит в ЛНР, в ДНР, все эти некоторые непонятные для сочувствующих нам русских людей моменты. Как все это оттуда видится? И как, на Ваш взгляд, лучше всего решить эти проблемы? Видится она по-разному. Потому что у каждого человека свой взгляд на одни и те же проблемы. И я бывал в Ленинграде, бывал в Санкт-Петербурге, бывал в Москве, в Симферополе, в Севастополе. Везде люди, каждый человек видит по-своему эту проблему в Новороссии. Где-то это правильный взгляд, симпатичный для меня, где-то этот взгляд очень далек от реальности. Это вторая задача, которая будет выполнять движение Новороссии. Это привозить те новости, формировать общественное мнение о событиях Новороссии. Что происходит здесь? Давайте адекватное представление о происходящем здесь. А? Давайте адекватное представление о происходящем здесь. Да. То есть это будут и через интернет, и через общественные движения, и через общественные мероприятия. И с помощью вашей, я надеюсь, деятельности вы очень хорошо освещаете эти события. Ну дай бог нам бы только вылечиться и снова в бой. Я уже устал сидеть здесь и наблюдать за тем, что не все так хорошо в нашей республике, как хотелось бы. Война, она затягивает. Для мужчины война, это конечно... Война для всех плохо, но когда уже мужчина попадает на войну, он в него втягивается. Она заглатывает, захватывает, вот целиком затягивает. От войны очень тяжело отвыкнуть. Но вы знаете, я заметил одну особенность. Я очень часто общался с ветеранами Афганистана, с ветеранами Течни. И сейчас уже у нас появляются ветераны Новороссии. Знаете, ветераны Новороссии, они имеют отличительную черту. У них нет поствоенного синдрома. Вот как раз об этом я и хотел написать и напишу. Вот чем вы это объясняете? Я это объясняю особой благодатью Божией, которая присутствует на всех оплаченцах Новороссии. Это дело благое, это дело правильное. Господь нам помогает, мы одерживаем победы, у нас нет депрессии. Мы все счастливы и веселы, что находимся здесь. Или находились здесь, или воевали, принимали участие. У нас очень большая печаль, если мы не попадаем в бой, если мы не попадаем в какую-то операцию военную. Это объясняется тем, что у нас нет поствоенного синдрома. Перспективы Новороссии. Выход к областям двум бывшей Украины. Большая Новороссия из восьми областей. Вся Украина, за исключением Галиции, в составе русского мира. На ваш взгляд, каковы перспективы? Это польская граница. Ну, выбора другого нет у нас. Почему? Ну, даже если мы, представьте, дойдем до Киева, то останется западная Украина и без нашего влияния и контроля нас все равно в покое не оставит. Это два противоположных мира. Нельзя победить наполовину или почти победить. Победа должна быть полной, полноценной. Только мир наступает после полной победы. Ну, представьте себе, что Великую Отечественную войну дошли только до границ Советского Союза. Или взяли все, кроме Берлина. Ну, нельзя врага добивать чуть-чуть, его нужно победить полностью. Все, принято. Спасибо. Так, брат Светогор, дополни. Да, я целиком согласен с Кведром. Немножко быть беременным никак нельзя. А с фашизмом надо заканчивать. Ну, не получилось 70 лет назад. Значит, наши деды что-то недовоевали. Значит, нам надо как-то... Это все надо уничтожать. Однозначно, бесповоротно. Тут даже договоров никаких не может быть. Ты согласен с тем, что идет Третья мировая война уже? Я ее вообще-то называю Четвертой мировой, потому что Третья была информационная. Да, это Четвертая мировая война. Третья мировую войну Советский Союз проиграл. Упадом берлинковским. Сейчас идет Четвертая мировая. Кедр. Насчет Третьей мировой? Насчет Четвертой. Четвертой. Третья, может, четвертая. У каждого своя терминология. Суть-то. То, что это мировая война, это так или нет? Ну, по сути, она не прекращалась никогда. Она меняла свои формы, она становилась активней, или менее активной, или более активной. Ну, по сути, она практически никогда не прекращалась. Война Запада и Востока, она всегда. Победим? Конечно. Все. Я разговариваю. Все, на этом и завершим. Спасибо, братья. Андрей Castro. Спасибо. Да. Продолжение следует...